Стартовали выборы президента Российской Федерации. За три дня голосования гражданам нужно дать голос за одного из четырех претендентов на должность президента, который будет возглавлять страну следующие шесть лет. В Ленинском городском округе избирательные пункты открылись в восемь часов утра. В нынешние президентские выборы отдать свой голос за того или иного кандидата можно двумя способами. С помощью электронного голосования или очно. На территории Ленинского округа открыто 72 избирательных участка. Кроме того, по округу курсирует 21 автобус для голосования в удаленных поселениях. Глава муниципалитета Станислав Катаров уже в первый день голосования нашел окно в плотном рабочем графике и посетил участок под номером 3621 расположенный в помещении Видновской детской школы искусств. Ему даже пришлось постоять в очереди, ожидая пока свой бюллетень для голосования получит один из посетителей. Ленинский городской округ традиционно активен и сегодня мы видим активность в голосовании наших жителей. Это очень здорово, когда действительно искренне жители приходят, голосуют и выбирают свое будущее. Поэтому все, кто еще не проголосовал, я призываю приходить на избирательные участки. Обязательно приходите всей семьей и принимайте участие в голосовании. Выбирайте будущее России. Процесс на избирательных участках устроен таким образом, что посетитель проводит здесь не более 3-4 минут. Но Станиславу Катарову пришлось задержаться подольше. Узнав главу Ленинского городского округа, местные жители с удовольствием делились с ним своими эмоциями. Максим Козлов, Александр Логинов, Гульнар Абалаева. Видное ТВ. В Видновской школе номер 7 расположены избирательные участки 1301 и 1302. Здесь проголосовать могут жители Жуковского проезда и проспекта Ленинского комсомола. С самого утра в фойе учебного заведения оживленно. Обстановка доброжелательная. Наблюдатели пристально следят за соблюдением правил и безопасностью на участке. Многие пришли сделать свой выбор до начала рабочего дня, как, например, директор детского оздоровительно-образовательного центра «Дельфин». Гульнара Романадзе проголосовала одной из первых. Это событие важное должно быть для всей страны, для всех жителей, для моей семьи и для моего коллектива, конечно. Это гражданский долг. Начнем с этого. Обязательное участие в выборах стало доброй традицией для семьи Светланы Шкредовой. На избирательный участок она пришла вместе с дочкой и внучкой. Сегодня очень важный день, потому что сегодня решается судьба России. И мы голосовали за главного человека России. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Один из первых, кто пришел проголосовать за будущее России, руководитель местного отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Владимир Песоченко. Он посетил участок номер 1286, который разместился в школе поселка Володарского. Столь ранний визит на избирательный участок не случайен. Сразу после голосования Владимир отправляется в зону проведение специальной военной операции с очередным грузом, собранным жителями округа для бойцов. Надо в путь-дорожку ехать к ребятам, своим друзьям, братьям по оружию, везти то, что сейчас остро необходимо. И сегодня, пользуясь случаем, пораньше чуть задержался для того, чтобы проголосовать. Отдать свой голос за справедливость, за безопасность, за то, что наша страна должна быть сильной, могучей, уверенной. В Грузии, которой повезет Владимир Песоченко, не только оборудование и вещи, необходимые на передовой, но и рисунки, и детские письма, в том числе написанные школьниками муниципалитета в рамках акции «Неделя добрых дел», которая сейчас проходит в Подмосковье. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Избирательный участок номер 1298. Двери здесь, как и по всей стране, открылись в 8 утра. Среди избирателей – жители части домов по проспекту Ленинского комсомола и Битцевского проезда. Всего 2044 человека. Почти 100 из них изъявили желание проголосовать на дому, а всех остальных ждут на участке. Одним из первых отдать свой голос пришел председатель Московского областного совета ветеранов Виктор Пикуль. За наши традиции, за нашу историю и за сохранение для будущих поколений наших потомков всех тех ратных и трудовых свершений. Традиционно выборы – это особый день, особая дата, праздник для всех. Среди голосующих – люди средних лет, много пенсионеров, которые привыкли быть в авангарде общественно-политических событий. Я не местный человек, у меня родина Литва, но я живу в России и считаю своим гражданским долгом проголосовать за достойного человека, который сможет обеспечить будущее России. Президентские выборы продлятся три дня – с 15 по 17 марта. Двери избирательных участков закроются в воскресенье в 8 часов вечера. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева. Видное ТВ. В детской школе искусств города Видное находятся избирательные участки 3622 и 3623. Здесь уже собрались неравнодушные жители, пришедшие выразить гражданскую позицию. Выборы президента Российской Федерации – главное событие в политической жизни страны. Председатель участковой избирательной комиссии 3622 отметила – количество жителей, пришедших на участок, увеличивается в течение дня. Уже больше 100 человек. С утра люди, сегодня пятница, рабочий день, и люди перед работой стараются прийти проголосовать. Отдать свой голос пришла и социальный координатор Государственного фонда защитники Отечества Анна Морозова. Она призвала каждого проголосовать за будущее нашей страны. Я, как всегда говорила, буду говорить. Если у тебя есть выбор, ты его должен сделать. Здесь все, наверное, четко и ясно, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что только от нас зависит то, что мы сейчас делаем. Принять участие в выборах может любой желающий гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет. Я с нетерпением ждала, когда мне исполнится 18 лет, чтобы пойти голосовать за своего президента. Для нашей страны это очень важно, ведь от нашего выбора, от нашего голоса зависит наше будущее. Инга Янчук, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Во втором корпусе Видновского художественно-технического лицея открыты избирательные участки 3628 и 3629. В каждом из них работает по 9 сотрудников избиркома. Все работники опытные, поэтому голосование проходит быстро и без очереди. Жители очень активно идут, голосуют. Мы всех рады, встречаем. Все очень доброжелательны, благодарят нас за теплый прием. Участник СВО Алексей – настоящий патриот. Сейчас он находится в отпуске. По его словам, он не пропустил ни одних выборов и считает голосование своим долгом перед Отечеством. Я служу своей родине и считаю, что каждый должен проголосовать. Избирательные участки будут работать до 20.00 17 марта. Поэтому можно прийти в любое удобное время и проголосовать за будущее нашей страны. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok